Rainbow English, рабочая тетрадь, шестой класс. Раздел у нас чтение, это первый урок и седьмое задание. Нам нужно прочитать текст и соотнести название параграфов с его вот этими частями. Давайте сначала переводим, потом уже будем подставлять название каждой из частей. Одна из них лишняя будет. A great place for sports. Прекрасное место для спорта. A legend that may be not at all true. Легенда, которая может совсем и не быть правдой. Some facts from history. Некоторые факты из истории. A place of wonderful natural beauty. Место удивительной или чудесной природной красоты. Zvignogrod. Zvignogrod stands on the river Moskwa, 65 километров to the west of Moscow. It is one of the oldest cities situated near Moscow. People think that Prince Yuri Dolgoruky founded Zvignogrod in 1152, just as he founded Moscow in 1147. As well as Moscow, the city has its Kremlin, городок, with a beautiful 14th century cathedral. There is also a big monastery in Zvignogrod, which once was a residence of Tsar Alexei. The monastery has a long and interesting history. 2. We don't know why this city has the name of Zvignogrod. One of the stories says that in the days of old there were many churches in the city. The bells of the churches ran, and people could hear their ringing far from the city. They said, guard Zvignogrod, the city is ringing, which gave the name to the city. 3. Zvignogrod has the nickname of Russian Switzerland, because it is situated in a beautiful, ecologically clean area, with great pine forests around it. And now let's translate. Переводим. Zvignogrod. Zvignogrod. Zvignogrod стоит на реке, на Москвореке, в 65 километрах к западу от Москвы. Это один из самых старых, старинных городов, расположенных возле Москвы. Люди полагают, считают, что князь Юрий Долгорукий основал Zvignogrod в 1152 году, так же, как он основал Москву в 1147 году. Так же, как и в Москве, город имеет свой Кремль, городок, с красивым собором XIV века. В Зvignogrod также есть большой монастырь, который однажды был резиденцией царя Алексея. Монастырь имеет длинную и интересную историю. О чем данный фрагмент текста? Ну, это у нас Си. То есть, некоторые факты из истории. То есть, первый заполняем Си. Перевод второго. Мы не знаем, почему этот город имеет название Зvignogrod. Одна из историй гласит, что в дни старины было много церквей в этом городе. Колокольни этих церквей, ну, или колокола этих церквей звонили, и люди могли слышать их звон далеко от города. Они говорили, город звенит. То есть, вот по-английски, the city is ringing. Один, что и дало название этому городу. То есть, о чем речь? Возвращаемся к названиям. Это у нас Би. Легенда, которая может быть совсем и неправдивой. Ну, то есть, как бы один из вариантов легенды. И третье. Звениград имеет, скажем, название, как бы его так называют, русской Швейцарией. Потому что он расположен в прекрасном экологической чистой зоне, можно сказать, районе, с большим, красивым сосновыми лесами вокруг него. То есть, о чем речь? Это у нас Ди. Место чудесной природной красоты. То есть, третье Ди. А лишнее у нас Эй. Это у нас лишнее, прекрасное место для спорта. Оно нам не понадобилось.